На неделе в Дагестане побывал известный российский писатель Александр Проханов. Публицист снимает серию телевизионных очерков в рамках своего проекта в поисках русской мечты. На этот раз фильм будет о Дагестане. Гость посетил родину народного поэта Дагестана Расула Гамзатова, селение Цада, дом музея его отца Гамзата Цадасы и мемориальный комплекс Журавли, находящийся неподалеку. Кроме Хунзакского района, публицист также посетил Древний Дербент, Ботлевский и Сергокалинский районы республики. Пообщался с простыми дагестанцами, провел встречу с министром внутренних дел и работниками правоохранительных органов, которая прошла у памятника погибшим сотрудникам. В разговоре приняли участие ветераны боевых действий, в том числе и участник Ботлевских событий 1999 года Мурадис Алидибиров. Своими впечатлениями о пребывании в Дагестане известный публицист поделился на встрече с главой республики Владимиром Васильевым, а нашему каналу Александр Андреевич дал небольшое интервью. Добрый день, Александр Андреевич! Вы не первый раз в Дагестане. На этот раз снимаете фильм в рамках вашего проекта «В поисках русской мечты». Будет интересно услышать ваши впечатления о республике, о Дагестане, потому что вас считают не только большим писателем, но и в значительной степени идеологом смыслов новой России. Что вообще в судьбе России значит Кавказ? Каково его сегодняшнее современное значение по-вашему? Но мне хочется вот эти свежие, живущие во мне переживания, еще не завершенные, потому что поездка еще не завершена, хочется вам их излить. Когда я говорю «мечта, русская мечта» или «дагестанская мечта» как часть общероссийской русской мечты, я имею в виду вот ту глубинную, во многом загадочную огненную силу, которая пребывает в народе и двигает народ по его исторической судьбе. Может быть, от самого его рождения. А может быть, даже дерзну сказать, что сначала рождается мечта, вокруг нее собираются люди, и они превращаются в народ. Так вот, мечта — это не то, что людьми ожидается, а то, что людей двигает непрерывно, заставляя их страдать, побеждать, мучиться, каяться, творить, перепрыгивать в страшные пропасти и в момент победы ликовать. Либо среди собственного народа, либо среди всего человечества. Я думаю, чем же является дагестанская мечта? В чем этот вектор, который создал Дагестан и двигает его в недрах нашей общерусской государственности? Дагестан сегодняшней России дарит то потрясающее начинание, которое я назвал очищением. Россия нуждается в очищении. Россия после 1991 года, после перестройки, она перенесла в наше время массу мусора духовного, философского, политического, социального. Если мы боремся с помойками, которые заставляют наши города и ландшафты, мы начинаем бороться с мусором, наполняющим нашу социальную сферу. Мы начинаем бороться с мусором, который наполняет нашу индивидуальную душу. Мы тоже все переполнены ссором, много всякой тьмы, всяких отходов, всяких непроверенных мыслей, всяких искушений. Так вот, мне кажется, что сегодняшний Дагестан с приходом сюда Васильева, он начал огромную работу по очищению. Он начал эту работу здесь, в Дагестане. Но вся Россия с напряжением и остро и внимательно смотрит за тем, как это очищение проходит здесь. Какие достижения, какие неудачи, какое сопротивление, какая философия, какая теория этого очищения. Это же не просто выявление и арест коррупционеров. Это создание абсолютно новой социальной среды. Это создание нового человека. И вот дагестанская мечта — это мечта об очищении. В первую очередь об очищении Дагестана, в вторую очередь об очищении России, в третью — это об очищении всего человечества. А может быть, если мыслить категориями высокой религии и философии об очищении всего мироздания. Это первое, что я заметил, и чему я здесь поражаюсь и восхищаюсь. Когда я побывал недавно на родине Вашего героя, Магомеда Нурбагандова, и побывал в школе его, и на улице, насящего имя, и обнялся с его отцом, еще раз, еще, еще раз услышал эти его слова, как «Напусте нам всем назидали, работайте, братья», я понял, что очищение здесь происходит в схватках, оно происходит в баталиях. Это не философия, это не кафедральные проблемы. Это пули, это мука, это героическая смерть, это выбор человека. И если Магомед пожертвовал своей жизнью, он же пожертвовал ею не на площади, когда говорят «Намируй смерть, красная». Он выдержал это испытание и произнес эти слова наряду с палачами, наряду с толпачами. У него не было даже надежды, что эти слова каким-то образом долетят до нас с вами. И хотя он говорил «Работайте, братья», он говорил в объектив врага, ненавистника, «Знаем, что сейчас проследит пуля». Но это грандиозный подвиг, потому что он, милиционер, представитель силовой структуры, дававший присягу, он умер не за силовую структуру, он умер за государство, за Родину в целом. Он показал, что слово может быть подвигом тоже. Он показал, что слово, произвесенное на эшафоте, может быть подвигом. И только те слова имеют цену, когда за них можно ответить жизнью. Вот эти слова имеют ценность. Мы только тогда любим Родину, когда готовы умереть за нее. И если он, молодой, прекрасный, красавец, отдал свою жизнь за что-то, он отдал ее за Родину. Он отдал ее за ценность, которая выше всего, выше ее жизни. Это второй урок грандиозный. Я вот сейчас побывал среди милиционеров, среди полицейских, среди национальных гвардейцев. Это такая крепкая сила, мощная организация. Потом, 20 лет назад, совершилось вторжение Басаева, туда, в Ботлих. И это было время, когда сегодняшнее российское государство было очень слабым, очень хрупким, очень неверным. Не было еще сегодняшнего президента. И Басаев прекрасно это знал. И он пошел, чтобы поднять на дыбы Дагестан, в надежде создать здесь, на территории Чечни, Ингушетии и Дагестана, потом, может быть, и других кавказских республик, исламских государств. Вместо этого он увидел отпор. Вместо этого он увидел охотничьи ружья, которые были направлены против его гранатометов. И Дагестан, пожертвовав лучшими своими людьми, там спас Россию. Он совершил подвиг во имя всего государства российского. Поэтому еще одна вот эта мечта Дагестана, или эта энергия Дагестана, связана с тем, что Дагестан является государствообразующей страной, а дагестанцы государствообразующим народом. Не только русские, не только татары, а все наши народы. И Дагестан в числе первых является государствообразующим. Без Дагестана пало бы государство. Государство не было бы современной России. Это огромный государственный и мирообразительный подвиг, которому Россия кланяется низко и благодарит Дагестан, и понимает все, все жертвы, которые Дагестан понес вот в этой короткой жестокой свадки. Я как раз хотел спросить у вас о роли ислама. У нас страна многонациональная, многоконфессиональная, и это является ее и достоянием, и в то же время именно на этой почве нас хотят разделить очень часто. Как вы считаете, какова роль религии в этом, какова роль ислама в Дагестане, настоящего, истинного, подлинного? Я побывал несколько дней назад в Дербенте. Я прошелся, проехался, прогулялся по его восхитительным улочкам. Я увидел древние святыни, я увидел православный храм, я побывал в мечети, самый древний, может быть, на территории Дагестана, беседовал с Буксом. В России даже? В России. Так и есть. Даже в России. Я побывал около синагоги. И огромная заслуга Дагестана и урок России в том, что Дагестан являясь мозаикой множества народов, верований, культур, языков, ценностей, векторов развития сумел всю эту сложность сберечь и превратить целостность цветущая. Поэтому ислам, конечно, ислам сегодня является наиболее такой бурлящей верой, политизированной верой. И вот эта исламская компонента Дагестана, она может быть уязвима, но мы же видели в том же бутлике, что это не сработало. Мы же видим, что вот этот радикальный ислам, он не находит широкой поддержки, превратить эту сложность в цветение, а не превратить ее во взрыв. И вот я повторяю, нахожусь в таких переживаниях, меня они очень волнуют и вдохновляют. Хорошо, спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok